В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Появится ли в Сарове собственный рекоператор? Депутаты отсудили ситуацию с капитальным ремонтом многоквартирных домов. В присутствии высоких гостей в Сарове прошла ежегодная конференция поставщиков. Малыши АДА-2021, воспитанники детского сада номер 30, стали победителями областных соревнований. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове самая высокая собираемость взносов по капитальному ремонту в Нижегородской области. Об этом сообщила заместитель департамента городского хозяйства Людмила Шлипугина. По ее словам, от нашего города рекоператору уже поступило более 680 миллионов рублей, а работ по капитальному ремонту выполнено лишь на 334 миллиона. Это меньше, чем на 50% от суммы. В прошлом году ремонт шел в 52 домах и ни в одном из них не завершен. Сейчас этот вопрос находится под контролем прокуратуры. У таких низких показателей по капитальному ремонту многоквартирных домов есть две причины. Первая. Механизм организации капитального ремонта МКД очень сложный. Процедуры согласования и разработки аукционной документации длинные. И это накладывается на вторую причину. В Сарове ограничен выбор компаний, готовых участвовать в конкурсе. Практически один-два подрядчика, сообщила Людмила Шлипугина. По ее мнению, единственная реальная возможность исправить ситуацию – создать в городе самостоятельного рекоператора. Но это огромная работа, к которой еще только предстоит приступить. К другим новостям. Как изменятся правила землепользования и застройки, и как это может повлиять на стоимость квадратного метра жилья в Сарове? Этот вопрос обсудили депутаты городской думы на очередном заседании комитета. По мнению некоторых народных избранников, новая редакция одного из главных градостроительных документов может привести к серьезному дефициту нового жилья в городе, а значит, к его значительному подорожанию. Подробности далее. Цена квадратного метра в Сарове в ближайшее время может значительно вырасти. К этому приведут изменения в правила землепользования и застройки, проект которых рассматривают депутаты. Ранее он прошел через публичное слушание. По их итогам, специальная комиссия решила часть нововведений внести в документ, одно отклонить. Речь о зоне Ж-3-3. Там предлагалось изменить возможную этажность домов. Конкретно речь о домах в пойме реки Сатис на левом берегу. Сейчас там можно возводить здания высотой до четырех этажей. Изменения могли бы добавить в среднеэтажную жилую застройку до восьми этажей. Но комиссия эти изменения не одобрила и не внесла в проект ПЗЗ, ссылаясь на мнения присутствующих на слушаниях саровчан и результаты опроса на одном из городских сайтов. Невозможно учитывать мнения участников слушаний, которые не представили документы как паспорт, то есть не идентифицировали свою личность. И не подтвердили право собственности или право обладания того или иного имущества на указанной территории. Таким образом, как минимум, анонимное голосование на каких-то сайтах или площадках в социальных сетях не может быть подоплекой для принятия решения комиссии по документу в рамках градостроительного кодекса. По словам Петра Смирнова, единственные участники слушаний, чье мнение по обсуждаемой территории должно быть учтено, это жители проезда Ахтямова. Именно их 14 домов находятся в территориальной зоне, в отношении которой и предлагались изменения. Эти горожане высказали свою позицию, но по мнению Петра Смирнова, их аргументы несостоятельны. Например, жители проезда Ахтямова высказали опасение, что новая среднеэтажная застройка ухудшит освещенность жилых помещений естественным светом. Если посмотреть на карту, которая была предложена на публично слушаниях, застройка находится на севере от уже построенных 14 блокированных домов. То есть, никаким образом, ну понятно, солнце у нас идет с востока на запад, через южную сторону, освещенность быть нарушена не может, даже если там построить семиэтажный дом. Следующий аргумент жильцов – застройка ухудшит транспортную ситуацию в микрорайоне. Заявляя об этом, жители не учли, что район в любом случае будет застроен. Проект планировки уже утвержден, и речь на слушаниях шла лишь о возможной максимальной этажности домов. Когда на этапе строительства строили проезд Ахтямова, он примыкался к проекту планировки компании Саров Инвест. То есть, проезд, который идет по ныне названной улице проезда Ахтямова, это и есть продолжение внутриквартальных проездов в соответствии с проектом планировки уже утвержденным. То есть, строй Инвест С, когда проектировал свое строительство, примыкался к будущей транспортной инфраструктуре, которая должна построить Саров Инвест. В любом случае построить. Поэтому говорить о том, что там им построят дополнительные проезды, их все равно построят, потому что уже примкнулись. Та же ситуация и с аргументом про вырубку леса. Район застроят. Проект планировки утвержден. Поэтому на каждое дерево на участке уже выданы порубочные билеты. Еще один пункт из обращения жителей Ахтямова – отсутствие официального заключения экспертной организации на надежность предлагаемых сооружений. Проектирование сооружений не проводилось и будет обязательно проведена экспертиза, о чем, в принципе, Владимир Николаевич Еминцев на слушании говорил. Но люди предпочитали его не слышать. Петр Смирнов отметил, что ни один из представленных аргументов не может служить достаточным основанием для отказа в изменении возможной этажности домов на левом берегу реки. Обратил депутат внимание и на изменения в статье 39.2 правил землепользования и застройки. Их как раз комиссия поддержала. Новая редакция статьи предлагает распространить требования по минимальной доступности школ и детских садов, в том числе и на зоны ИЖС и малоэтажной застройки. Эти изменения предложил внести замдиректор ФСР Андрей Жинжиков. Очень специфический момент в том смысле, что он распространяется только на комплексное развитие территории. И, понимаете, внесение дополнительных видов застройки ИЖС, блокированная застройка, малоэтажная, в дополнение к среднеэтажной высотной, по сути, ставит крест на инвестиционную привлекательность вообще всего комплексного развития территории, которое у нас в городе обозначено. По сути, это сейчас только один проект комплексного развития территории реализуется. Реализуется он в помере Кисатис. То есть мы можем сказать, что замдиректора ФСР сознательно вносит предложение, комиссия его поддерживает с целью ухудшения результатов деятельности конкретной компании, сарухинвесторов. В тот момент, когда ФСР, строя свои дома в районе улицы Менделеева, этиэтажные, заявляет о строительстве парковки и не строит ее. То есть сама организация не выполняет требования, которые дополнительно на нее накладывают, но считает необходимым вносить изменения. Петр Смирнов считает, что проект изменений в правила землепользования и застройки существенно затрагивает права и интересы одного застройщика, который вводит в эксплуатацию основной для города объем жилья. Остальные участники строительного рынка строят так мало, что не могут как-то повлиять на ситуацию с количеством жилых квадратных метров в Сарове. Все это приведет, реально приведет к существенному дефициту нового жилья, существенному дефициту нового жилья на рынке. Уже сейчас мы это чувствуем, да, если вы откроете там торговые площадки, где размещают объявления частные, вы увидите цену жилья реально в городе на халупы, извините за выражение, да, там по 90 тысяч за квадрат в хрущевках. Но это нереально, ребята, это так нельзя. И это наша с вами сейчас задача, да, всесторонне отнестись к вот этому документу. Депутат предложил более внимательно отнестись к обсуждению и утверждению проекта изменений в правила, так как отсутствие нормальных условий для строительства многоквартирных жилых домов и дефицит на рынке многоквартирного жилья приведет к неконтролируемому росту цен за квадратный метр жилой площади. 16 апреля вступил в силу закон, по которому устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Недоброжелатели, реабилитирующие нацизм и отрицающие установленные Нюрнбергским приговором факты, понесут усиленное наказание. Им будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Отдел по социальной политике подвел итоги конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают в области развития командных видов спорта. Это футбол, баскетбол, хоккей на предоставление субсидий с городского бюджета. В результате победителем признана Городская федерация футбола, которая получит 500 тысяч рублей в качестве финансирования расходов на спортивно-оздоровительную работу. Актуальную информацию можно получить по телефону 993-94. В Сарове прошла четвертая ежегодная конференция поставщиков. Почетными гостями стали руководители Министерства экономики и инвестиций, Министерства промышленности, торговли и предпринимательства, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, руководители ключевых организаций города Сарова. Подробности далее. Научные и инновационные разработки, экономическое состояние малого и среднего бизнеса. Итоги работы за 2020 год. Эти и другие темы обсуждали участники четвертой городской конференции поставщиков. На сцене с докладами выступили руководители организации, Министерство торговли и предпринимательства, банков. В приветственном слове директор ФИАЦ НИЭФ Валентин Костюков отметил, что за последние 10 лет ядерный центр в разы увеличил объемы закупок, количество рабочих мест, уровень заработной платы и процент налоговых исчислений. Объемы работ, с которыми ВНИЭФ заключил договора в 2020 году с предприятиями Сарова. Цифра 8 миллиардов 254 миллиона. 3,8, почти 3,9 миллиарда – это капитальное строительство. 4,369 миллионов – товары и услуги. Производство продукции для гражданского сектора, Национальный центр физики и математики, Православный центр в рамках туристического кластера Арзамас-Дивеева-Саров, развитие городской инфраструктуры. Для реализации дальнейших проектов ядерный центр в ближайшие годы планирует ввести около трех тысяч молодых специалистов и рабочих. На фоне этого особенно важно обновить и сохранить связи с поставщиками. По словам министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области, 2020 год стал тяжелым испытанием для многих отраслей. Несмотря на это, Саров продолжает занимать ведущие позиции в экономике региона. Стабильно город Саров занимает четвертое место по результатам оценки уровня социально-экономического развития. А по итогам 2020 года Саров у нас в регионе на первом месте по величине заработной платы. То есть это практически 200% от средней по Нижегородской области. Конференция поставщиков – это возможность для прямых переговоров на уровне заказчик-исполнитель. На выставке саровчане и гости из Нижнего Новгорода представили продукцию и услуги от выпечки и стройматериалов до спецодежды и высокотехнологичного оборудования. В этом году разнообразная, более 20 предпринимателей у нас здесь представлено. Причем могло бы быть больше, но, к сожалению, ковид диктует нам свои условия. Больше мы не смогли разместить чисто физически. Здесь и сфера услуг. В основном бизнес для бизнеса. Это и рекламные услуги, и услуги образовательного характера, и, конечно же, услуги по изготовлению какой-то продукции. Например, выставочное оборудование у нас выставляется. Это и специализированная одежда. Причем два представителя у нас этого направления сегодня участвуют. На конференцию для обмена опытом приехала делегация из Бора. Представители городской администрации и завода алюминиевых конструкций. Руководители банков, в свою очередь, рассказали промышленникам и предпринимателям о возможных способах поддержки бизнеса. Роспотребнадзор разрешил провести выпускные в нижегородских детсадах и школах в очном формате. Об этом во время прямого эфира ННРУ сообщила замруководителя управления ведомства по региону Наталья Садыкова. Она отметила, что, несмотря на то, что мероприятие разрешили, остается ряд ограничений, применимых к организации праздников во время пандемии коронавируса. Так, на выпускной в садик или в школу можно будет прийти только одному человеку и семьи. Воспитанники детского сада номер 30 победили на областном спортивном фестивале детских садов «Малышиада-2021». Их соперниками были команды из пяти детских дошкольных образовательных учреждений южных районов региона. Программа соревнований состояла из трех видов – эстафеты, выполнения нормативов ГТО и аэробики. Подробности далее. В областных соревнованиях воспитанники детского сада номер 30 принимали участие и в 2019 году. Тогда они заняли второе место. Результат малышей не устроил. Ребята и воспитатели поставили перед собой цель – завоевать золото. Там было очень много народу и очень сильных. Они тоже, как и мы, были сильные. Но мы все равно победили. Готовились к соревнованиям воспитанники и педагоги детского сада около месяца. Руководителям предстояло собрать две спортивных команды по восемь человек. В чем была сложность, что те дети, которые в 2020 году у нас должны были представить команду, они у нас ушли в школу. И, естественно, наша задача была провести среди дошкольного учреждения, так как соревнования по городу не состоялись. Мы провели внутри дошкольного учреждения отборочный этап, потому что дети должны были именно быть 2014 года и моложе. И из отборочного тура мы собрали команду. Всего в соревнованиях приняло участие шесть команд из ВИКСа, Первомайска, Вознесенска, Сарова и других. Всем участникам вручили памятные подарки и дипломы. А победителям достался кубок. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин